Дай почитать. В жанре автобиографической прозы или нового реализма и в жанре биопанка. И вот новый роман «Патриот». Говорят, это мужская проза. Может, поэтому она меня тронула не так сильно, как хотелось бы. Главный герой Сергей Знаев, который знает и учит других премудростям жизни. Например, либералов с детства приучают не отказываться от денег. Для них это фетиш. Концентрат свободы. Патриоты не живут личными интересами. А только общественными. Они отдают деньги туда, где нужней. Или весь мир устроен нашими истериками, нашим пьянством и безумием. 48-летний Сергей Знаев, хоть и говорит, что у него все есть, на самом деле находится в безумно трудном положении. Бизнес отняли, жена ушла, машину утащил эвакуатор. Долги проданы коллекторам. Помимо одного сына, у него, оказывается, есть еще другой 16-летний. А он и не знал об этом. В общем, нет ничего, что бы удерживало его в этой жизни. И дорога ему одна на Донбасс. Собственно, весь роман он будет туда собираться, готовиться, попутно выслушивая восторги, увещевания, сочувствия и удивления. Андрей Рубанов в прошлом предприниматель. Очень точно разрабатывает в ряде своих произведений образ русского супермена. Образованного, коммуникабельного, собранного, удивительно ловкого и за рулем, и в деловой беседе, и в застолье. Но несмотря на его целеустремленность, суперменство и упорство, он, проигравший в чистую этому времени, он лишний человек, растрачивающий свою жизнь и свои таланты впустую. А тут со всех экранов война на Донбассе. Ему, Сергею Знаеву, московскому бизнесмену, не знающему покоя, есть только одно применение в Донецке. Но ему почти 50, и попасть туда непросто, а так страстно хочется что-то значимое совершить. Финал печален, главный герой утонул. Роман Андрея Рубанова «Патриот» читается на одном дыхании. Главный герой симпатичный и обаятельный, но вопросы к автору остаются. А чтобы ответить на них, дорогие слушатели, нет ничего лучшего, как прочитать роман «Патриот» Андрея Рубанова. До новых встреч! Дай почитать!